ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Который буквально перед самой игрой вернулся из культурной столицы страны, Ярослав Махначев. Там заместитель шеф-редактора газеты «Вечерний Барнол» тоже смотрел футбол. О впечатлениях прямо сейчас расскажет, и не только об этом. Привет, Ярослав. Привет, Кирилл. Ярослав, ну, тебя лично впечатлила победа сборной нашей страны над красной-то фурией? Безусловно, это однозначно очень важное событие в нашем спорте. Это, как ты правильно уже сказал, я вчера смотрел этот футбол в фан-зоне. До сих пор эмоции внутри, до сих пор переживаю этот результат, этот успех. Ну, признайся честно, верил или нет в победу? Я скажу так, не то, чтобы я верил, но какое-то, смотри, предчувствие было. По крайней мере, что мы сможем побороться, и что результат, в принципе, может быть хорошим. Что впечатлило больше всего в этой игре? Впечатлила самодача, во-первых, игроков. Точнее, кто? Может быть, кто? Да, впечатлило и что, и кто. В первую очередь, самодача игроков. То, что все били, все выложили, все не щадили ни ног, ничего прочего. Ну, персонально, это, конечно, Акинфеев, настоящий герой матча. Я очень рад за Игоря. Это вот его достойный ответ всем, кто говорил, что Игорь уже не тот, что Игорь не тянет, кто ему припоминал Южную Корею, другие какие-то промахы. Здесь, ну, человек реально вытащил игру, вытащил серию пенальти. Ну, собственно, и вся наша команда, в первую очередь, и оборона, в том числе, Марио Фернандес, вот тоже человек, получивший гражданство, спорили нужно, не нужно. Я думаю, он доказал, что не зря его натурализировали. А как ты оцениваешь тактику сборной России, когда вот этот подъехал русский автобус, да, на поле Лужников, мы встали два там эшелона, а то и три, а испанцы перекатывали мяч. Это правильная ли тактика была выбора? Мне кажется, правильная. Вот Испания такая команда, что, в принципе, ввязываться с ними в открытый футбол, это достаточно рискованно. Ну, это сразу, наверное, 0-3 и до свидания. Мы помним осенний матч, когда играли в открытый такой футбол, это было 3-3, но это был товарищеский матч, и это был, помним, не самый оптимальный состав сборной Испании. Здесь, хотя они играли не в лучших своих кондициях, опять же, но, тем не менее, это остается Испания. И, как показал результат, этот автобус, войти в него они не смогли, и, собственно, испанцы едут домой, мы продолжаем наше выступление. Давай поговорим про другой матч, Россия-Египет. Ты ездил в Санкт-Петербург, смотрел этот матч. Главное впечатление? От поездки, в целом? И в целом от поездки и конкретно матча это большой праздник. Это эмоции, это такое футбольное счастье, причем не локальное, такое глобальное, и на всю страну, и на весь мир даже распространяемое. Это праздник, это эмоции, которые дарит этот многотысячный питерский стадион, который, когда он поет гимн, ты хочешь, не хочешь, ты этот гимн сам запоешь. Это на самом деле мурашки. Это на самом деле мурашки, да, абсолютно правильно. Много ли болельщиков из Алтайского края ты там встретил на зенит-арене? Ну, не знаю, насколько это много на общем количестве болельщиков, которые там были, но болельщики наши там были. Вот мне, честно говоря, расскажу такую историю, там фанаты сборной Египта вышли в таких фаронских костюмах, с ними фотографируется народ. Я это все фотографирую тоже. И слышу меня кликают, Ярослав, сфотографируй, пожалуйста, нас. И оборачиваюсь стоит президент Федерации шахмата Алтайского края, Артем Паламошнов. Он приехал на футбол с дочерью, мы с ним постояли, поговорили. Смотрим, мимо нас проходит человек, завернутый флаг с надписью Барнаул. Ярослав, привет. Ну, он не здоровался, его уже отликнули мы, а когда-то оказался племянник нашего известного тренера Барнаулска, Михаила Николаевича Путинцева. Потом уже, когда сюда я вернулся, узнал, что еще были общие знакомые мои там на футболе. То есть, в принципе, барнаульская поддержка там была. Ну, насколько я знаю, там и родители Саши Ерохина были, или вообще вся семья его была. То есть, в принципе, Барнаул был достойный представитель. А как ведут себя болельщики из других сборных? Как тебе впечатление о них? Очень мирно. Ожидалось, конечно, разное от наших фанатов, ну, в смысле, вообще от мировых фанатов, не только от наших, но все ведут себя миролюбиво. Все очень красиво поют, все какие-то кричат кричалки, какие-то скандирования, общие фотографии, братания. И все при этом в восторге от России. Это на самом деле, это вот то, что можно наблюдать в интернете, какие-то видео, где там скандируют «Россия, Россия», это никакая не постановка, никакой не фейк. Я вот своими глазами видел, слышал ушами, да, когда едешь в метро на эскалаторе, и вот те же марокканцы заводят, вот «Россия, Россия» начинает скандировать. То есть, все очень довольны, на самом деле, приемом. Во сколько тебе обошлась поездка в целом? Сколько стоили билеты? Ну, билеты это... Раскрывать не буду. Минимальная цена билетов это 640 рублей. Максимальная цена билета, это мы сейчас говорим про групповой этап. 12600 рублей. Это надо было еще год назад их, по-моему, покупать, да? Нет, это почему? Я покупал билеты, вот буквально вот у меня уже за 3 до вылета вот мне удалось их выловить. Да, это официальные цены, если не рассчитывать на перекупок, если не вылавливать их где-то на левых каких-то сайтах. Ну, не самое дешевое, конечно, скрывать не буду, это удовольствие, но вот на мой взгляд оно того стоит. Как ты оцениваешь наши шансы в 1-4 финала? Я смотрю оптимистично, вот особенно после того, что увидели вчера, то есть я думаю, если наша команда бойцовые качества свои проявит, если она выполнит установку, я думаю, что в принципе бороться, по крайней мере, достойно отбиться против хорватов мы можем. Тем более то, что хорваты показали вчера в матче с датчанами, это как бы тоже, это не космос, не какой-то запредельный уровень. Самое главное, чтобы у нас сейчас не начались такие вот какие-то звездные вспышки, что ой, ура, мы практически теперь чемпионы, нам все можно, как это было, допустим, у тех же аргентинцев, когда негерийцев побили, и решили, что все, да, что они теперь всемогущие, и в итоге мы знаем, где теперь они. Главное, спокойно воспринимали. Не могу не спросить о нашем с тобой земляке Александре Ерохине. Дождались наконец-то его выход, три матча ждали, дождались, да? Да. Как ты оцениваешь его игру? Ну, честно, сложно что-то оценить вот за то время немногое, которое ему Станислав Саламович у нас на поле отвел. Саша молодец, Саша цеплялся за мяч, Саша в нескольких эпизодах все-таки поучаствовал. Возможно, ему была бы даже в серии пенальти какая-то роль уготована, да, потому что все-таки это был самый свежий игрок. Вроде бы пятый пенальти бил бы Забнин. Ну, там неизвестно, насколько бы это могло бы было еще затянуться. Ну, я в любом случае очень рад за Сашу, потому что человек все-таки дебютировал на чемпионате мира, да, практически вот на своей домашней арене, вот, при своих болельщиках. Три матча мы ждали его появления, вот на четвертый, наверное, наконец, свершилось. Теперь можно сказать, что второй Барнауэльс, да, сыграл на чемпионате мира после Алексея Смертина. Ярослав, ну, ты бы дал ему шанс в игре с Хорватией или нет? Сложно тут что-то советовать, потому что, вот, объективно, опять же, если взглянуть на картину, ну, состав такой у нас, в принципе, сейчас устоявшийся. Мы вот то, за что критиковали Черчесова перед стартом турнира, то, что в каждый контрольный матч он тасовал состав, сейчас мы, в принципе, обрели какую-то стабильность. Ну, я не знаю, насколько стоит, опять же, менять сейчас что-то, какие-то худо-бедно устоявшиеся связи. Но на замену... Ну, на замену я считаю, что Ерохин на свеженького, он вполне достоин, может себя показать. Пожалуй, последний вопрос. Где будешь смотреть матч с Хорватией? С Хорватией... Хорошо, давай. С Хорватией я, наверное, все-таки посмотрю дома, потому что у нас уже, у меня уже, получается, в активе есть фан-зона в Питере, есть стадион в Питере, есть фан-зона в Барнауле. Так вот, может быть, все-таки в Сочи? Хорошо бы, но... Что-то хорошее понемножку. Все понятно, Ярослав, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Футбольный праздник в нашей стране продолжается, и мы на этом празднике, точнее, сборная не чужие. На этом все, до новых встреч, пока!